Вчера в колонном зале Провели госсовет, на котором рассмотрели Проблемы огородного комплекса и устойчивого развития села Вкладывая в ближайшее время в него 2 триллиона 300 миллиардов Но правительство Медведева не поддержало это решение Поэтому мы только что получили распоряжение президента После госсовета будет добавлено к этой программе Мы выйдем на 80 миллиардов рублей Которые будут вложены в улучшение плодородия земли И устойчивое развитие села и деревни Вчера мы подготовили рекомендации И надеемся, что правительство Мишустина их реализует Вместе с тем все это проходит на фоне рассмотрения по праву Конституции Я в течение двух часов смотрел по Вести 24 прямой эфир Как проходило заседание комиссий Видел, как реагировал президент на большинство предложений Но в ходе вечерних передач в воскресенье Многие каналы не передали главную суть наших замечаний и поправок Я считаю, что это абсолютно необъективно И допустимо, мы тоже платим налоги Мы тоже участвуем в этом процессе Мы подготовили 15 конкретно наших поправок и замечаний Конституции Этот информационный величин правды Тиражом 3 миллиона 300 экземпляров Разослан всем организациям, всех руководителям Я надеюсь, что мои коллеги донесут его до всех граждан страны И они обсудят эти предложения Нельзя сводить к косметическому ремонту Конституции Которая принята под расстрел парламента На крови граждан нашей державы Тогда, когда ее протаскивали, я опрашивал Всего двое из сотни читали Конституцию Остальные не знали Она протащена третью голосов граждан страны Если ставим задачу стабилизировать обстановку Улучшить морально-политическую ситуацию И создать условия для выхода из кризиса Надо прежде всего решить главный вопрос Главным вопросом остаются Почему недра и основные богатства Принадлежат кучке упырей Которые захватили 90% всех национальных богатств Абсолютно незаконно Тогда давайте внесем закон о национализации Мы внесли его Мы полагали, что Единая Россия проголосует во всех странах мира Есть закон о национализации Мы ставим задачу о национализации стратегических отраслей и недр Не хотят принимать это решение Повторяю, последние три года Каждый год мы продаем примерно на 20 триллионов рублей ресурсов А в бюджете ни разу не было больше 8 Это грабеж Грабеж должен быть остановлен На то мы и внесли это предложение В ходе конституционной реформы Надо поставить точку Записать прямо и ясно Недра принадлежат народу И каждый гражданин имеет право на их долю В том числе и в бюджете страны Вторая проблема Еще больше обострилась Проложает вымирать Прежде всего ударными темпами Российские и русские регионы Надо остановить это варварство С 90-го года потеряли 20 миллионов только русских Начинают обсуждать вносить конституцию, поправку или вносить О том, что русский государство образующий народ Но это все знают в мире Все прекрасно знают и понимают Что если русские дальше будут вымирать То трагедия будет не российского планетарного масштаба ЦРУ даже отработало сценарий На случай обострения всей обстановки Если дальше эти гигантские просторы От Черного и Балтийского моря до Тихого океана Некому будет собирать в единстве контролировать Обсуждают, обидит какой-то другой народ Никого не обидит формулировка Что русские являются государство образующим народом В братской семье многонациональных народов Нашей великой державы Никого не обидит Все это примут и будут прекрасно понимать Но это обяжет власть Исполнительную прежде всего Заниматься подлинной демографией И поддержкой Грарден А они сегодня отказывают Даже детям войны В соответствующей поддержке Мы внесили восьмой раз дети войны И решили проверить Готова ли Единая Россия Навстречу, идя 75-й годовщине Победы Откликнуться над зоохраждан И остановить это безумие Этот геноцид по отношению к детям войны Отказались голосовать из-за этого Мы считаем, что крайне важно Восстановить справедливость И в пенсионной реформе Она провалилась треском Эта людоедская реформа не принята никем Кроме тех, кто ее протаскивал И пытался нажиться И нажиться особо не удалось Ничего не прибралось бюджет Мы внесли предложение Давайте гарантируем И Смолин в комиссии на этом педалировал Носили здесь закон Очень важный закон Заморозить 55 лет для женщин не выше И 60 лет для мужчин А в принципе Миссионный возраст будет снижаться В силу того, что только 20% Трудоспособного населения Будет двигать экономику При роботизации и мощном танкостроении Остальные будут мыкаться и искать работу Даже это предложение не прошло Мы вносили предложение И настойчиво поддерживали Что Россия, наша Российская Федерация Является преемницей И Российской империи И Советского Союза И она должна продолжать Лучшие традиции тысячелетней истории Я вам не раз заявлял о том Что выступали в Думе И патриарх Давайте обопремся на Моральные заповеди Иисуса Христа На Святую Русь И Путин Давайте укреплять державную основу государства И Алферов Наш Нобелевский лариат Давайте возьмем с собой Советскую справедливость Великую науку И классное образование Ничего похожего Не хотят рассматривать и эту сторону Для вас, для всех Информация Но прошу ее показать Значит, главным показателем Состояния народа Является ее здоровье и грамотность Что касается здоровья Вы видите, что это происходит Мы теряем население Теряем массовый порядок Что касается образования У нас было лучшее русско-советское образование С которого брали пример все страны Это было признано всеми без исключения После того, как втащили нам ягодизацию Это варварство информационно-пропагандистское Все посыпалось Ваши коллеги, журналисты Писали очередной диктант в МГУ На журфаке Писало 229 человек 229 Газетное отделение Средний балл поступления 80 с лишним баллов 65 начинается Отличная оценка Там были 15 штабальников Результат диктанта 82% на каждой странице Сделали от 8 и более ошибок В среднем сделали по 24 ошибки на странице Некоторые слова написаны так, что их невозможно разобрать Если наши предки через 500 лет откопают эти скрижали Они скажут, что это за дикари писали И на каком они языке И почему они родной русский язык не знают и не понимают Это приговор всей системе высшего российского образования Я, правда, ее не считаю ни русским, ни системой, ни образованием Потому что образование предполагает обязательно и воспитание, и формирование гражданина И уважение к своей истории А когда судья Конституционного суда заявляет Что мы не являемся преемниками Советского Союза Я извиняюсь, после этого идиотского заявления Он обязан написать свое заявление об уходе из Конституционного суда Тогда он ничего не понимает в государстве строительства Тогда он не понимает, что он живет в государстве Под которым кроме подписи Ленина при формировании Российской Федерации Нет никаких других подписей И в Совете Безопасности при формировании новой системы международных отношений Где мы играем ключевую роль Кроме подписи Сталина нет никаких других Можно ваши там филипики, ваши заявления как угодно трактовать Но вы как судья, который обязан трактовать Конституцию Должны понимать, что вы говорите и в какой стране вы живете Мы продолжаем работу У нас завтра, нет, послезавтра в четверг Будет проблема Конституции и поправок рассмотрены на больших слушаниях В них примет участие вся страна Приглашаю вас Я думаю, вы все-таки будете более достойно и объективно освещать этот принципиальный вопрос Спасибо Спасибо